Приветствую вас! Позвольте ответить вам на вопрос с позиции специалистов того раздела, в котором вы опубликовали свой вопрос. И отвечая на него, стоит отметить несколько важных факторов. Первый фактор заключается в том, что, если вы хотите быть вместе с любимой женщиной, то вам стоит для начала четко понимать причину, по которой вы с ней расстались. Если эта причина или причины вами понимаемы не будет и, соответственно, устранены, то, по большому счету, вам сходиться вновь мыслей никакого не имеют. Потому что вы сойдете, допустим, а через какое-то время, да, снова возникнет данная проблема и она опять вас, по сути дела, расширит. И вот, соответственно, если вы этого не хотите, то нужно понять причину, нужно увидеть свою роль в том, что произошло. Ну, по крайней мере, постараться увидеть свою роль в том, что произошло между вами и женщиной любимой. И, обновляясь на этом уже корректировать свою линию поведения так, чтобы ситуация больше не приводилась к тому, что вы вот расставались с ней. Потому что я думаю, вы согласитесь с тем, что каждое расставание – это, по сути дела, риск, риск того, что вы расстанетесь навсегда. И, соответственно, испытывать судьбу здесь все же не стоит. Второе, о чем нужно сказать – это условие, условие того, что нужно вам и ей для, опять, значит, для вашего примирения. И здесь решающая роль играет, пожалуй, именно то, что вы занимаете ту форму, такую форму общения с ней, чтобы ее устраивало, ваша женщина. Чтобы у вас получилось наладить с ней контакт, если не постоянный, то хотя бы периодический. И чтобы в этом контакте вы смогли, вы в общении с ней, в взаимодействии с ней показать, собственно, ей, что вы изменили, да, что вы, там, осознали, например, какую-то вот свою ошибку, осознали какие-то свои погрешности, их поправили, допустим, и готовы вновь с ней выступать в отношении, но уже не повторяя этих там ошибок больше. То есть вот этот момент, момент налаживания контакта, он чрезвычайно важен для вас, именно для вас, конечно, в первую очередь, вот, потому что вы выступаете инициатором, в данном случае, инициатором примирения, и, соответственно, вам и действует в этом направлении. И вот, если вы займете позицию, значит, в которой вы сможете своей женщине показать, что вы хотите быть с ней, что вы, там, увидели, осознали, поняли какие-то моменты, связанные с вашей предыдущей размолвкой и так далее, если вы все это сможете сделать, если вы сможете ей это показать, то шансы на то, что вы будете вместе, конечно, существенно возрастают для вас, это безусловно. Но не факт, а не факт, что вы сможете, вот, действительно ее вернуть, даже используя подобные приемы, потому что, все-таки, женщина, может быть, больше к вам чувств не имеет. Такое, вот, к сожалению, тоже может быть, и это нельзя сбрасывать из цветов. Поэтому, общаясь с ней и взаимодействуя с ней, я рекомендую вам не забывать и помнить о том, что, может быть, вы женщине своей уже не нужны. И, может быть, так получилось, что она для вас любимая женщина, а вы для нее уже не любимый мужчина. Потому что вам потребуется определенная доля терпения, если вы хотите ее вернуть. И при этом, если мы говорим о определенной доле терпения, конечно, имеет место и затраты сил, и затраты энергии, и затраты всего остального и так далее. И если вы хотите просто ее вернуть, то для вас эти все усилия не будут чем-то сложным, чем-то тяжелым, чем-то негативным и так далее. Это нужно понимать. Если вы чувствуете, что вам это тяжело, или что вы хотите обязательно получить результат, то тогда можно констатировать, что у вас не любовь, а потребность. В ней вы хотите что-то для себя получить. И, соответственно, если это так, то ваша зависимость вам нужно прорабатывать. Если вы хотите получить ответ на свой вопрос, так сказать, буквально, то рекомендую вам перенести его в раздел «Эзотерики». Они вам на него ответят. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! ПОДПИЛЬИММЕНТЫ